На этот раз мы сделаем настоящий игровой аркадный автомат. Фанера, джойстики с Алиэкспресс, интересная покраска и в итоге вот такая игрушка. Приятного просмотра! Корпус автомата мы решили делать из фанеры. Это отличный вариант. Крепкий, надежный и долговечный материал. Рекомендую. Предварительно была составлена модель. Отталкивались мы от размеров оригинальных автоматов. Эту модель вы и видите на экране. А также ее вы сможете найти в описании ролика. Оставляю файл с чертежами, пользуйтесь на здоровье. Итак, файл готов. Теперь можно резать фанеру. Для этих целей будем использовать спиральную фрезу от CMT. Поскольку даже с не самой качественной фанерой она справляется отлично. В чем вы и можете убедиться. Также, помимо раскроя, мы делаем такие небольшие углубления, в которые при сборке и будет четко вставляться фанера. Это решает сразу же вопрос с позиционированием всех деталей. И в целом конструкция будет значительно крепче. В итоге, после того, как все пазлы сложатся и подключатся, у нас получится самый настоящий игровой аркадный автомат. Единственный его минус в том, что не получится в него установить Снайпер-арену. И это печально. Ведь Снайпер-арена – это шутер, в котором игроки могут соревноваться друг с другом по всему миру. Или объединяться вместе и создавать отряд, чтобы подняться в таблице лидеров. Лично для меня очень важна универсальность игры. В нее можно играть в одиночку и соревноваться с другими в реальном времени. Или формировать команду с друзьями. А также участвовать в турнирах. Игроки могут соревноваться в трех игровых режимах. Дезмач, Тим Дезмач и Доминейшн. С восьмью реальными противниками на карте. И тот, кто стреляет в наибольшее количество врагов, выигрывает раунд. Игроки могут развивать свою снайперскую карьеру, выполняя ежедневные задания и обновляя современное профессиональное оборудование. Снайперские винтовки, боеприпасы, камуфляж и специальное снаряжение. И все эти пушки, шлемы, дроны выглядят максимально реалистично. Но разработчики пошли еще дальше. И сделали настоящие награды, которые сможет получить каждый из вас, став чемпионом. Вы только посмотрите на них. Игровой процесс включает в себя онлайн матчи с игроками со всего мира в реальном времени. Общий сервер для любого мобильного устройства и чат. Игра бесплатна и доступна как для iOS, так и для Android. Ссылки оставляю в описании, а мы продолжаем. Все элементы будут соединяться на косой шуруп. Для этих целей, по доброй традиции, используем приспособу от Крэг. Думаю, все уже с ней давно знакомы. Действительно, очень удобная штука, а для соединения фанеры, так это вообще идеальный вариант. Когда все детали распилены и засверлены, мы приступаем к декору. Просто покрашенный фанерный ящик – это скучно. Поэтому делаем тематическую гравировку, используя элементы из игр, ушедшие восьмибитной эпохи. Pac-Man, Mario, Mortal Kombat – те самые игры, за которые в моем детстве готовы были продать душу. Поэтому они и сейчас актуальны у нашего поколения. Ностальгия, так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Следующим этапом – сборка. Тут все просто. Если, конечно же, изначально все запилено и засверлено правильно. Клей, пару струбцин, саморезы от Крэг и час работы. В итоге, спустя час мы имеем вот такую верхнюю основную часть автомата, которую предстоит покрасить. Первым слоем кладем грунтовку. Это густой порозаполняющий грунт. Использую именно его для того, чтобы убрать текстуру дерева и оставить только гравировку. Следующий слой – это основной красный цвет. Не знаю почему, но мне захотелось его сделать именно красным с черной патиной. Очень интересно ваше мнение, какого цвета должен быть вот такой игровой автомат. Жду ваши варианты в комментариях. Когда красный слой высох, я покрываю его прозрачным защитным лаком, для того, чтобы спокойно работать со следующим слоем патины и не протереть красный слой до грунтовки. После того, как я нанес патину, ее можно убирать при помощи мелкой абразивной губки. И выглядит это вот так. Патина в итоге остается во всех углублениях, что и требовалось доказать. В процессе мне очень понравился эффект не до конца убранной патины. И я решил нижнюю часть автомата оставить именно такой. Но объединить их небольшим переходом, что-то вроде градиента. В финале все покрывается очередным слоем прозрачного матового лака. Как вы видите, в верхней части автомата есть небольшое прямоугольное окошко. В него можно вставить любой логотип, надпись, в общем, все, что пожелает заказчик. Да-да, вы можете заказать такой автомат у нас. И получить уникальный экземпляр, отталкиваясь от вашего технического задания. Ссылку оставляю в описании. Конкретно этот экземпляр пропишется в моей мастерской. Поэтому мы и сделали наш логотип. Итак, приступаем к самому интересному. Сборки всех комплектующих. Все эти кнопки и рычаги управления заказывались на Алиэкспресс. Если захотите собрать такую же игрушку самостоятельно, ссылки на все комплектующие будут в описании. Монитор покупается новый. Конкретно в нашем случае с диагональю 21,5. И главное тут, чтобы у него был HDMI-выход. Поскольку все это работает на микрокомпьютере Raspberry Pi. Лично я не очень разбираюсь во всех этих нанотехнологиях. Именно поэтому всей начинкой занимался Леша, мой хороший знакомый. Вообще он специализируется на разработке различных устройств и стендов. На основе микроконтроллера и аналоговых систем. Ссылку на его страничку с работами также оставлю в описании. После того, как все собрано и подключено, мы имеем двухсоставной автомат. Сделано это для того, чтобы можно было использовать только верхнюю основную часть. Как настольный вариант. Если вдруг вам его некуда поставить в полный рост. Также можно использовать и с нижней частью. Которая по сути является тумбой-подставкой. Обязательно пишите свое мнение. Спасибо за просмотр и добра от топора. Субтитры сделал DimaTorzok